я календарь перевернул и снова 3 сентября воскресенье радостный день много еды мы купили клубника помидоры взяла попробовать на салат там 2 еще больше персики салат айсберг укроп брокколи вот такие яблочки садовые маленькие вкусные ароматные помидоры черри такие груши вот такие два вида цена одна по 30 по 30 вот эти яблочки по 20 лир 70 рублей картофель свежий кабачок виноград чеснок огурцы все капец как мы мало купили вернее я вас обманула не аргуст не дыни попробую какую-то дыню нового сорта она выглядит как тыква такую белого цвета круглая белая тыква блин ну самой середине сладкое остальное все куда водянистое невкусное нет вообще нет учет учу мы будем есть ничего есть окно по традиции прогноз погоды сегодня у нас до 36 ребята завтра понедельник первый учебный день но на завтра и послезавтра у нас стоит гроза очень будем надеяться держать пальчики вчера были тучи такие прям черные но ничего не было ни дождя ничего муж вечером идет играть в ресторан под названием 3 сентября до будешь шифутинского изображать очень жаль вообще-то так дети там слушают алису она им какие-то там сказки рассказывает но я буду готовить обед потому что ничего у нас нету вчера запекала баклажаны сыром и кабачки жарю муж спалил их чертовой матери так у нас здесь вообще то есть что котлеты с макаронами но я хочу сварить суп а вот у нас еще есть хочу сварить суп потому что супа давно не было что-то надо сварить вот такое мороженое магнум мини эскимошки с манго белый шоколад молочный шоколад да и я ни разу не попробовала еще так здесь мороженка со вкусом брауни здесь у нас индейка куриные голени пельмени сосиски ну какой суп варить опять куриный что ли так решила сварить суп куриный но по новому рецепту потому что все обычные надоели сейчас я буду сюда добавлять в кастрюлю с толстым дном кусочек сливочного масла так добавляю подсолнечное масло как раз мне тут остатки еще новая бутылка дальше ставим кастрюлю на огонь и будем обжаривать куриные голени голени у меня так вот у меня 4 колени я взяла каждому по ножке чем сейчас их будем здесь обжаривать добавляем картофель курицы добавляем чесночок добавляем специи у меня соль перец красный паприка яиччик базилика можно добавить лаврушку приправы для курицы заливаем водой и ставим на медленный огонь где-то минут на 40-45 так наш суп готов осталось сделать секретную изюминку сейчас вы все увидите секретный ингредиент заключается в заправке для этого нам понадобится один желток по рецепту идет несколько ложек столовых йогурта вот у меня как раз баночка йогурта была в холодильнике немного муки все это хорошенечко перемешиваем тарелочку изначально берите побольше вот я сделал ошибку пришлось мне переложить тарелочку побольше иначе мне невозможно было размешивать еще сейчас нам понадобится добавить сюда горячий куриный бульон из кастрюли и сразу же моментально перемешать а потом все отправить в суп и подождать еще минуту две все куриный бульон я добавила и отправляем это все наш суп пока варился суп я сделала 30-минутную тренировку суп готов сейчас достану голень и отделю мясо и положу его отдельно муж был в магазине все это время купил мне вот такие формочки одноразовые слоеное тесто какое нашел оно все здесь говорит бездрожжевое ну ладно купил стейки форели почти на три стейка получается почти килограмм килограмм триста лир это тысячу рублей вот здесь у нас почти на тысячу есть три стейка хочу сделать киш мечта моя сделать киш с красной рыбой с брокколи брокколи сегодня купили на рынке свежую что еще он купил так купил мне салфетки вот такие на день рождения мы не стали брать всякие потому что у нас так цветная скатерть будет с человеком пауком если еще и какие-то цветные салфетки будет вообще так ляписто что просто белые обычные салфетки большие с циточками так и для торта для крема мне нужна будет сахарная пудра вот он еле нашел в таких пакетиках кстати здесь по 15 грамм в общем взяли 6 штук потому что по рецепту вроде как там много идет такая чашечка прям ну в общем сколько есть у меня будет буду делать тортик следующее воскресенье через неделю кстати наш улов минералки вчерашний муж пошел взял 6 или 7 штук вот таких вот полтора литровых она бывает редкая только у нас в одном магазине спасаемся ей сейчас я буду пить там турнир так очень вкусный суп я только что съела тарелку просто это бомба ребята он такой наваристый он такой вкусный алиса вообще спрашивает есть ли здесь грибы говорит как будто грибной вкус а вот с такими сухариками да с зеленым лучком просто песня всем приятного аппетита стейки я замариновала здесь лимонный сок соль базилик и масло так я поставила воду для того чтобы сварить брокколи брокколи у меня свежая не замороженная и как я уже сказала хочу сделать на ужин киш с брокколи с лососем с сливочной яичной заливки еще нужно будет добавить сыр в общем сейчас доводим рыбу до готовности брокколи тоже отвариваем до готовности но вместо песочного теста традиционного я буду использовать слоеное чтоб без заморочек для заливки пирога берем 2 яйца пакетик сливок у меня можно брать сметану укроп посолила поперчила сейчас все это перемешаем и будем ждать когда приготовится наша начинка рыбка разделана готова здесь у меня два кусочка третий кусочек я убрала пока контейнер в общем я думаю что он будет лишним брокколи отварено сыр я потерла и заливка готова теперь осталось выстелить только тестом нашу так сказать основу и все засыпать начинкой тесто выложила дальше слоями немного рыбы немного брокколи немного сыра все теперь остается все это залить нашей поливочкой так как у меня тесто слоеное все остальные ингредиенты уже готовы поэтому 25-30 минут и оно и все и все готово тесто вроде подрумянилось начинка точно готова будем пробовать вот такой киш в разрезе очень вкусное блюдо мы сейчас будем ужинать и отправляемся гулять а вам приятного аппетита а а а Продолжение следует...